так тут он не звонит так ребят слышно нас хорошо кто-то нам звонит а мы пошли в прямой уже эфир не сбежитесь пожалуйста у меня для вас сюрприз я сегодня не одна всем привет 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 я смотрю знакомые даже лица до анюту вера сергеенко и лену хабарову марину вижу да коллеги по youtube каналам да 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 это еще не весь сюрприз слышно хорошо напишите свою страну и город ребят кто из какой страны и городам да 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 пишем страну и город так прикольно слышно да латвия рига отлично просто отлично россия челябинск казахстан но молодцы умнички и так сюрприз номер два мы требуем сюрприз номер два выходи в прямой эфир всем привет можно я не буду в камере нельзя надо я стул не принес у меня стула нет давай неси семья перемещивых заехали ко мне принесли рыбочку холодного копчения скумбрию которую я обожаю вот вы понимаете ни одной не могу рыбы кушать кроме их теперь потому что так классно делают только они ни в одном магазине этого не найдешь я теперь жду их рыбу просто вот не могу все время я знаете за что люблю потому что благодаря вот всей этой истории с коптилкой с холодным копчением со всем прочим я познакомилась с компанией потому что первый раз отмыли эту коптилку мы с помощью средства нашего для чистки плиты духовно вот поэтому сейчас к этой рыбе у меня прям особенная любовь не как раньше ну что ждем алексея нет он за столом убежал или нет пять часа от камеры ну все тогда значит легкую не ждем ребят у нас сегодня с вами ответы на вопросы и со мной в гостях семья перемещивых с нами с антоном гостях и плюс ко всему они тоже будут рассказывать свое мнение раз уж они попали ко мне домой прямо на прямой эфир вот хочется сказать что ириночка у нас серебряный директор идет на золото и плюс ко всему алексей у нее тоже директор да такая семья директоров плюс когда у них дочка исполнится 14 лет они ее будут регистрировать и к 18 годам я думаю что у дочки будет уже своя подушка безопасности денежная и я думаю это очень очень круто да успешная семья и тогда ирина уже рубина откроет да ну что ж ребят сегодня у нас с вами тема ответы на вопросы вы все спрашиваете про тему обязательно делитесь из какого города из какой страны хотя бы страну мне напишите не ленитесь мне интересно очень знать нашу географию и первый вопрос таков я думаю что кто хотел тут уже собрался пять минут собираемся да тема у нас рыба сегодня так как правильно себя вести с командой с новичками чтобы они шли за тобой и не сомневались и верили вот такой вопрос вообще трудный да очень трудный очень глубокий вопрос от натальи и тут конечно же нужно обязательно ребят понимать то что правильно себя вести первым делом нужно правильно уметь звать людей свою команду и чтобы люди уже о вас были изначально хорошего мнения вот это ну в первую очередь я думаю важно это как вы себя позиционируете да на прошлом прямом эфире я вам говорила что в первую очередь это конечно же уважение к себе как вы себя показываете о чем вы снимаете что вы вещаете как люди к вам относятся казахстан казахстан вообще к нам много заходит здорово вот это вот самое самое главное и с этого нужно начинать конечно у нас недавно прошла прошло пять вебинаров вот Мария Заренок и мне Киров Леха давай заходи сюда давай идти вот и конечно же за ней я повторяться не буду думаю вы сами посмотрите запись этих эфиров если вы их потеряли обязательно пишите мне в личку в директ я вам вышлю запись этих прямых эфиров потому что смысл друг за другом повторять я думаю не стоит и вот от себя что хочется сказать чтобы люди шли за вами вы должны быть ну реально нормальным серьезным человеком да то есть никаких там не знаю поп голых да никаких там вина сигарет вот никаких там нецензурных выражений да то есть вот вот это нужно обязательно и самое главное это конечно ходить уважать свой бизнес и ходить хотя бы раз в три месяца на фотосессии на деловые на разные вот мы недавно ходили в Беллс клуб да классно время провели вообще на фотосессию было не похоже я еще фотки только начала выкладывать но фоток на самом деле очень много это классно да вот и вот сейчас на данный момент вот когда человек себя уважает и когда он второе да второе уже да второй аспект нужно быть уверенным в себе а как быть уверенным в себе конечно же проходить все обучение пробовать и чтобы у вас эти методы заходили уверенность в себе она притягивает к вам таких же уверенных в себе людей которые способны расти работать и развиваться мало просто выставлять продукт в соцсети его вообще можно не выставлять вы видите что мои посты про продукт выходят только самые любимые мои продукты прям самые-самые любимые и то раз в месяц все остальное у нас идет по бизнесу да вот это тоже очень важно а третий такой момент это доказательство того что на проекте faberlic онлайн у вас у ваших коллег есть результат обратите внимание что я на своих страничках поздравляю только тех кто действительно работает действительно зарабатывает а не просто тех кто ну да я в общем я не вру я говорю правду о людях которые действительно работают и зарабатывают то есть доказательство роста доказательство того что проект faberlic онлайн процветает что на нем как раз таки то самое обучение которое дает рост новичкам рост команде и как раз таки дает доказательство того что все у нас хорошо вот конечно же также нужно обязательно хорошо преподносить компанию faberlic вот я видела всего в соцсетях 5-6 постов хотя подписано всего на 100 человек я видела всего 5-6 постов что компания вошла единственная млм компания единственная в топ-10 парфюмерных компаний и это ребят просто мега новость вы не представляете как это круто и действительно особо никто посты не написал я тоже не написала я тоже не написала я думала я буду делиться постами своих людей как-то помогать им раскручивать но не тут-то было кто-то ставит непонятные самодельные полуразмазанные фотографии кто-то ставит не себя а обычный там продукт и так далее продвигать нужно себя человек идет на человека лидер идет на лидера зарегистрироваться ко мне можно по ссылочке в шапке профиля далее значит что надо помогать своим новичкам как это делал мой наставник который меня обучал вести до конца не бросать да да это это еще следующий аспект да конечно же в первую очередь как вы себя позиционируете при рекрутинге в соцсетях такие к вам люди приходят да да всем привет кто только что зашел пишите в страну город свой мне очень интересно откуда вы вот антох я знаю что ты еще тоже хотел очень много чего добавить ну как бы я вопросы не читаю даже перед вебинаром почему потому что ну я знаю вопросы по себе ответы сразу же да смотрите во первых чтобы люди доверяли вы должны быть профессионалы своего дела то есть или показывать во первых вы должны знать всю информацию если даже вы не знаете как человеку сказать информацию вы должны найти дать ссылочку на эту информацию чтобы человек сам причел и не через день два три а именно человек спросил если вы увидели уже ответили человеку выслали нужную информацию это важно вот аня группы фотосессии то есть визуалу все начинается то есть даже если развиваться когда при рекрутировании оформленный профиль на котором постоянно делаются фотосессии люди подписываются примерно двадцать пять тридцать процентов от заявок то есть я если взять ручной метод репутинга на неоформленные добавляются из тридцати два тире пять человек то есть разница ощутимая то есть это соответственно кому вы можете областиться и во первых это во первых во вторых когда вы людей приглашаете на бизнес вы им говорите мы будем построить под вас структуру и если вы работаете неделю работаете две недели не работаете но это про вас так скажет новичок он это увидит то что вы ничего не делаете и просто уйдет то есть если вы хотите построить быстрорастущий бизнес вы должны быть постоянно в онлайне постоянные во первых особенно на начальных этапах постоянный репутинг до того момента пока вы не разобрете свой личный бренд почему который давал бы вам как минимум одну регистрацию в день то есть это можно почему потому что как сказать бренд такая штука когда люди смотрят именно на человека и нравится ему не нравится человек из этого исходит то есть у каждого лидера свое понимание бизнеса свое понимание видение то есть и вот на каждого идет именно свой человек все к одному лидеру идти не могут потому что например если разобраться то кого-то бесит Аня кому-то она не нравится кто-то ее любит кто-то ее обожает и тому подобное ну все именно одинаково равнодушны не могут быть как ой дуряги сижу себе сижу делаю сторисы пишу посты и вдруг я узнаю что я как это что я кого-то пишу что я как будто не нравлюсь и это так приятно во-первых во-первых вот вы людей пригласили во-первых первое с чего начать нужно это начать именно с себя то есть во-первых это знать информацию второе никогда не бросать свою команду то есть отвечать на вопросы если вы даже в этот момент рекрутировать не можете то обязательно отвечать на все вопросы то есть успех в этом бизнесе зависит от даже не от количества регистрации которые вы проводите а умения команды образования то есть вот это как бы очень хорошая тема как бы если вы научились строить команду то у вас результат будет например от 10 регистраций очень хороший каталог если же вы не научились команды образования не научились находить активных вам и 50 регистраций в каталог могут не помочь то есть это нужно понимать то что нужно людей сразу же информировать перед регистрацией что нужно будет делать даже вот можно с кем-то созвониться вот еще что хотел сказать во-первых люди принимали и более были активными во-первых вам нужно самых первых этапов созваниваться во-первых не бояться созваниваться то есть вы что-то можете объяснить человеку с человеком лучше созвониться предложить ему созвон голосовой контакт намного лучше чем перекиска то есть или голосовой когда вы с человеком можете пообщаться то есть второе вы самых ранних этапов должны начать рекоментировать не рекоментировать я имею ввиду а проводить планировки без своей команды кто у вас пусть у вас один человек у одного со звонкой или два человека уже можно провести планировку а это уже команда с которой можно работать и вести дальше и не бояться то есть а ты помнишь сколько у тебя на первый вебинар шесть человек вот и при том то что эти люди были даже еще не с нашей команды по моему некоторые ну имеют не с нашей структурной ускоренность проекта да как бы делайте выводы то есть нужно именно вот когда вы начнете проводить планировки в своей команде общаться с ними вот тогда люди вас будут воспринимать как лидера активного человека который не боится то есть вот как вам сказать люди которые приходят в этот бизнес не имея опыта в сетевом бизнесе они боятся что их обманут что их ну сколько мифов вы сами знаете сколько мифов ходит что типа там не заработаешь а если вы будете показываться то есть в голове у человека будет наоборот другая картина то что человек который показываться он ну и смысл ему обмануть если его знают в лицо то есть у него наоборот расположение вот и люди будут более активны так ириночка ваше мнение давайте мы повторим вопрос как правильно себя вести с командой в скобочках новичками вот прям скриншоты снимаю чтобы они шли за тобой и не сомневались и верили я знаю какому прихожу мнению что как только вы пришли и решили строить свой бизнес поставьте себя на позицию что я руководитель структуры то есть даже если у вас будет один два три человека в команде вы все равно уже этой структурой руководите вот если у вас сразу будет вот эта вот позиция да что вы у вас нет никакого начальника то есть вы сами себе как бы организуете свою команду строите и от вас от вашего настроя от вашего желания будет зависеть то какая у вас будет команда и есть очень хорошая техника вы же знаете что я люблю все там с техниками с примерами с заданиями с упражнениями как в школе да вот нарисуйте себе портрет идеального наставника кто он для вас какими качествами он должен обладать какими навыками и напишите прям да в списочек и когда у вас будет вот этот портрет наставника вам надо просто им стать все что вы прописали то что вы хотите да чтобы вот ваш наставник вам давал а проверьте себя по этому списочку а вы подходите по всем этим параметрам вы соответствуете для своей команды всем вот этим качествам которые вы написали и я думаю что после этого люди и пойдут за вами и будут верить вам и вот все что требуется будут делать как вам советы ребята сразу от трех лидеров да мы еще хотели Алексея но Алексей у нас пока стесняется к сожалению но мы очень ждем его на следующий эфир он тут сидит рядом с тобой сидит там как я стану тем кого нарисую ну вы понимаете ну конкретно что вы хотите допустим каким ваш наставник должен быть для меня вот наставник он должен знать ответы на все мои вопросы и тогда я сама себя спрашиваю а знаю ли я ответы на вопросы всей своей команды а это слушай а нет заблокирую этого человека да это хейтеры зашли а мы тут с ними как с людьми пожаловаться скрыть прямой эфир да Антон скрыть даже не знаю у меня так мало хейтеров ну вот откуда-то не ну так-то первый вопрос нормальный был так-то если честно то а второй уже то есть смотрите в любом вопросе да уже скрывается ответ правильно поставленный вопрос это половина ответа как стать тем кого нарисуете ну вы сначала нарисуйте да пишите себе кем вы хотите стать а дальше уже по каждому пункту пишите ответ как вы же вы же этого требуете вот как мне себя представляют нарисуй меня нет я тебе смотри если мне надо нарисовать каким ты бы хотел чтобы был твой наставник нарисуй идеального наставника для себя каким ты его видишь ой мне такой в жизни стать Какой? Почему? Ну, вот начнешь тогда про это думать, и ты будешь понимать, что да, вот это качество у меня есть. Давай, какими качествами должен был быть наставник? Он должен хорошо уметь коммуницироваться. Он должен быть надежным. Надежным. Вот самое главное, чтобы наставник был надежным. Он всегда мог ответить на все вопросы. Вот это очень-очень важно. Он должен быть постоянным, он не должен пропадать. Вот как Антон, да, пишет. Также, ребята, кто только что зашел, пишите обязательно в свой страной город. Также, ну какой еще должен быть наставник? Он должен быть позитивным. Он должен из всего плохого найти плюс и сказать, что это жизненный урок, который нам был необходим, например. Вот все жизненные уроки, с которыми я столкнулась, из-за которых я расстраивалась, сейчас проживает моя команда, я знаю, что им сказать. Поэтому наставник должен быть сильным. Сильным он не должен быть сплетником, скрочным, сталкивать людей в своей структуре, команде. То есть он должен быть доброжелательным и очень надежным, чтобы на него можно было положиться, чтобы каждый человек в его структуре, в его команде знал, что он всегда рядом. Вот я сижу пальцы загибаю. Да, все, что ты сейчас сказала, я в тебе вижу. Вот, какие наставники. Это все у тебя есть. Да, да, да. Ну вот, видите, кто-то считает, видимо, все время саморазвиваться. Тыва, у нас там живет у Антона брат, республика Тыва. А у меня брат, он служит, республика Тыва, Казахстан. Старший прапорщик, он в ПСП. Новый тут у нас знакомый. Угу. Ну что, я думаю, мы ответили на вопрос. Ребят, есть еще вопросы? Да, чтобы они шли за тобой и не сомневались, и верили. Ну и, конечно, не забывайте, я с 6% вела планерку. Вот чисто технические моменты. С чего начать прямые эфиры? С чего начать прямые эфиры, если еще нет лидеров? Ну, как сказать, если у вас люди, которые начали уже создавать странички, работать, Антоха в очередь. Сегодня много желающих, ой, сказаться. Да, если у вас странички, там, ну вот лидеры, которые действительно уже что-то начинают делать, интересуются вашим бизнесом, подписаны ли они на вашей страничке. Вот с чего начать прямые эфиры? Самое главное, это, конечно же, начать с того, что нужно людям дать уверенность в компании и в проекте, да, в своем проекте и в своей компании. Почему? Потому что, в общем, не буду много повторяться, да, там, все думают, там, пирамида, еще что-то, но на самом-то деле, мы же легально белая компания. Вот об этом нужно провести прямой эфир. Также нужно провести прямой эфир про то, какие в компании награды, какие на проекте уровни открываются. Вот новичок 3%, у него зарплата 180 рублей, 180, да, вот что он может сделать такого, чтобы за ним люди пошли, чтобы люди захотели его слушать и чтобы люди начали ему доверять. Конечно же, он пользуется результатами проекта, результатами компании «Фаберлик». Он продвигает и себя. Вот я сегодня сходил на этот вебинар, я сегодня сходил на тот вебинар. Я сегодня, например, захотел повторить то, что мне дали, какой совет на вебинаре. Я действую. На следующий каталог человек, уже открыв статус 6, например, процентов, или там сразу на 12 прыгнул, он этим хвастается. И люди видят, как он ниоткуда, из ниоткуда, да, с нуля, он становится, получается, директором, потом старшим, потом серебряным, потом золотым, потом рубиновым. И что получается в итоге? А получается, что он с нуля вырос до тех вот моментов. Вот то, что я делала ВКонтакте, когда я проводила прямые эфиры рожащим голоском, когда ко мне на вебинар Коля говорит, Ань, можно я еще своих тебе приведу? Я говорю, ну давай. И я привыкла, что у меня набиралось до 20 человек из моей команды, хотя мы зарегистрировали. Антон, сколько за два каталога вообще у нас людей в команде было? Вот я сейчас не вспомню. 53 или 56 лет. Да, то есть, а заходили, да, то есть, ну совсем чуть-чуть людей, может даже 10, не 20, может я вру, первый эфир был 6 человек. И вот тут самый такой момент, когда он завел своих, и его пришло еще 30, и в итоге получилось 40, и я ему говорю, все, я не буду вести прямой эфир, все от меня, я говорю, сейчас от страха под стол залезу. А вот как раз-таки надежный человек, надежный наставник, за которым идет команда, он себя перебарывает, идет и делает. Я помню, как я свой первый вебинар проводила, я неправильно сказала слово, выключила и ушла. И мне наставник с Украины, вы представьте, какой роуминг, как это все дорого. Я ушла вообще в другую комнату, Антон, Ань, давай, давай, у тебя все получается, у тебя все хорошо. А я так испугалась, я в таком была шоке, что я просто не могла. И вот я себя пересилила, я провела. И сейчас я провожу вебинары, у меня 5, 6, 20 тысяч просмотров. У меня есть ролики, которые набрали более 100 тысяч просмотров, да, продуктовые. И я уже этого не боюсь. Я показываю себя всяко-разно, с макияжем, без макияжа, с прической, в очках, без очков. Мне наплевать стало, понимаете? Я вот прошла через вот этот вот путь, и я могу вам сказать, что вебинары, планерки, прямые эфиры, просто открываете сайт компании Фаберлик и смотрите, что есть. Почему 3% новичок говорит, что у меня нету роста, у меня нету структуры, у меня нету команды, я не буду ничего вести? Не правы, на корню не правы, вообще нисколько не правы, не думайте об этом. Вышли в прямой эфир и пошли, рассказали. Сегодня про бонус материнского усыновления, завтра про бонусы директорских статусов, послезавтра, что я горжусь компанией, она получает такие награды, а до этого она еще вот сколько всего получила. А вы знаете, что в компании есть Верто Уперот, Новофтем, сейчас уже 5-е поколение кислородной косметики, там 100 миллилитров и так далее. А вы вообще знаете, что это такое? Прочтите это на сайте и просто повторите. Просто повторите от себя свои собственные эмоции. Почему вы тут? Почему мы кислородной косметикой номер один в мире? Что у нас самый широкий ассортимент всех MLM-компаний, это тоже нужно. То есть столько тем, их просто, если вот так вот открыть сайт, просто не сосчитать. Кто с проекта Фаберлик Онлайн? Открываете сайт проекта Фаберлик Онлайн и смотрите, что там есть. Расскажите о том, там полчаса проведите эфир, как о вас проект Фаберлик Онлайн заботится. То, что есть лидеры высоких статусов, вот я уже создала свой бот, скоро он будет доступен для проекта Фаберлик Онлайн. Расскажите, расскажите, как топовые лидеры помогают нашим и новичкам, и нам самим. Расскажите об этом. То, что чаты, боты, сайты, автоворонки, онлайн обучение, рассказывайте об этом, обо всем. Делитесь этими в сторисы. Не забывайте, через месяц с этим опять можно поделиться в сторис. Не забывайте, любой прямой эфир, он на года вперед, он полезен. Ну, если вы не про какие-то там временные акции, да, говорите. И вот тут, вот понимаете, у меня, допустим, есть акция за регистрацию, мою структуру, мою команду, да, получается в первую линию, а человек получает 150 тысяч, если он растет самостоятельно. Условия внизу, да, вот в этих вечных сторисах есть. А если он приходит ко мне, но боится расти самостоятельно, хочет чат, хочет поддержку, мы под него строим структуру и команду. И я об этом раз в месяц напоминаю, и каждый раз люди пишут и говорят, а можно к вам, вот мы такой у вас посмотрели, можно к вам. То есть один раз вы повторили, а второй, третий, четвертый, десятый забываете. А об этом людям надо постоянно напоминать. Новым подписчикам нужно постоянно об этом напоминать, понимаете. И тут самая суть, то, что чем вы ниже статуса, тем круче вам, тем круче. Потому что пока вы все эти темы разобьете, пока вы рекрутируете, пока вы строите команду, все же люди собираются на ваших брендовых страничках. Я вот всем даю свои брендовые странички. Вот меня нашли в WhatsApp, а я им брендовую страничку высылаю, подпишитесь. Там все мои прямые эфиры, там, как я веду профиль, берите с меня пример, ведите не хуже меня. Да, то есть старайтесь так же, как я, хотя бы, да. И в итоге, что получается? То есть я человека обучаю сквозь практику, сквозь все. И вот когда, вспоминая себя на 6%, когда я понимала, что, блин, моя зарплата 690 рублей, потому что я строила в глубину и маркетинговую разницу я отдавала в глубину, я не боялась, я боялась, но я этого не показывала. Я выходила и говорила все, что умела, все, что могла, и выходила и говорила. И причем раньше обучения не было. Мы с Колей, с Антоном, с Татьяной Сафроновой мы сидели, это обучение создавали, плюсом рекрутировали, плюсом вели вебинары, подготавливали эти вебинары. А сейчас нам новички приходят, ну как сыр в масле катаются. Знаете такое выражение? Кто его знает? Я думаю, Казахстан тоже должен это выражение знать, потому что мы все в общее СССР. Вот. Что хочется еще сказать, это то, что если вы сами серьезно относитесь к себе, к своему будущему, к компании, к своему проекту, если вы сами уверены в том, что вы пришли в нужное место и не бегаете там, не сравниваетесь, да, туда-сюда, а может найм лучше или другая MLM-компания лучше, но не все MLM, конечно, есть просто сетевые людей на компании, да, где-то будут его не платить. Вот это нужно понимать, да, то есть нужно понимать и знать. изучать маркетинг план и говорить, ребята, представляете, что я сегодня узнала, да, то есть если вот так и так построить, то получится вот это и получится такая выплата, а вы в курсе про это, да, то есть и вот это все можно как-то еще распространять, чтобы к вам народ пришел. Вот это тоже очень важно. Писать можно и проводить и прямые эфиры можно про все. Даже 15-минутные прямые эфиры принесут вам пользы миллион раз больше, нежели вы пролежите на диване и будете думать, что у меня нет статуса и не будет. Как говорится, нет денег и не будет. Да, это у нас такой не семейный даже, ну и семейный, и в директорском чате прикол. Мальчик говорит, ну, молодой человек, мужчина, проводил прямой эфир, у него там очень много тысяч было на прямом эфире людей. Кто это знает, вспомните про это, да, он говорит, у вас нет денег, вы их хотите. Они все, да, 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 хотим денег. Хорошо, пишем, у меня нет денег. Пишем себе карточек 10, вешаем их везде, на холодильник, в холодильник, на туалет, на забор, на двери, на стены, везде напишите, у меня нет денег. И он так это долго, классно рассказывал, я, конечно, это все сжало. И он потом такой подходит, так близко-близко к камере и говорит, нет денег, и не будет, потому что надо пахать, надо работать. И он там, вы что знаете, с такими нецензурными выражениями, вы что думаете, мы деньги с неба берем, нам мешок на голову золотой упал, о чем вы думаете, давайте быстро все работаем. В общем, мы так смеялись, он посвятил этому целый прямой эфир, он шел, наверное, минут 15, но он был такой зажигательный, даже я подпрыгнула, когда он так подошел, сказала, ну всем работать. Вот, так что нужно просто трудиться побольше, почаще и знать, что мы честная компания в честной работе. Вот это нужно в первую очередь понимать, что работа серьезная, никакой халявы нет. Даже если вам наставник помогает, он курирует ваш чат, он строит под вас структуру, команду, он старается что-то делать, так вы-то не думайте, что, открыв свою вторую ветку, у вас все пойдет, как на мази, если вы не будете брать пример со своего наставника, то вот в чем суть, понимаете. Вот. Ну все, Антоха, передаю тебе слово. Ну, мне больше дают вопросы к автору этого вопроса. на каком вы проценте находитесь, ну, если вы на каком-то проценте находитесь, то у вас есть люди. То есть, по-моему, лидеры с детства, мы все лидеры, потому что это так и есть. Посмотрите на ребенка там до года. Если ему что-то надо, он орет, орет и орет, пока это ему не достанется. То есть, это лидерские качества. То есть, нам всем нужно брать пример своих деток. Почему? Потому что, а вот лидерские качества затухают на... Когда начинает влиять окружение, когда детки начинают понимать, что... Ну, вообще, осознанность мира у него приходит, и он начинает понимать, что это делать нельзя, это делать нельзя. Зарабатывать много тоже нельзя. то есть, ну, это, к примеру, сказал, то есть, до пяти лет формируется характер человека и все основные вот принципы, которые в жизни закладываются именно до пяти лет. И вот, когда человек ломает вот этот вот период, что можно деньги на работе, вот тогда он поистину понимает, что начинает действовать. а если он не захочет сломать эту стену, вот с чего нас детство учили? Садики. И садика придешь, можешь учиться. в школе пойдешь в колледж или вуз или тому подобное. Сколько же куда пойдешь? Работать. То есть, это с самого детства на протяжении как минимум восемнадцати лет человеку вдавливают то, что он должен работать, 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 работать. Вот шор вот так в общем на деле, а голову в сторону боится повернуть. почему? Потому что а вдруг там что-то плохое. И просто вот в большинстве случаев как вам сказать, дети повторяют судьбу своих родителей. В большинстве случаев. В большинстве случаев приходит к примеру в сетевой бизнес, он работает. А вот так вот если разобраться человек, если у человека рабочая семья куда-то выбивается. То есть и получается это вот именно те стены, которые человеку не дают посмотреть направо-налево, оценить ситуацию. Сколько не общался с людьми, которые не имеют опыта в бизнесе, не имеют опыта в сетевом вообще. Они вроде бы и хотят, но не боятся. потому потому что им показали только одну жизнь, в которой можно расти или как бы жить. А другой жизни они не видят. Вот родители показали, вот они отработали, например, семья на заводе, их ребенок также не видит другого выхода, как ему жить дальше. То есть это вот вы должны понимать. И не надо ставить на людей еще по вопросу, поздравляю, у вас синдром самозванца, то есть вы решаете за людей, что им делать, какие они, то есть не лидеры и тому подобное. А второе, что я хотел сказать, вот пока вы будете думать, то что у вас нет лидеров, их не будет. О, это точно. Пока вы думаете, вот сколько общались даже с нашей структурой, почему у людей не получается в большинстве случаев в этом бизнесе, даже те, кто активно работают, они не могут, во-первых, сломать его барьер, который работа-дом, работа-дом, который с детства им привели, да, а второе, это они постоянно думают, слишком много думают, о чем? Горя дума. Или не получится, вот сидят они рекрутируют и думают, получится или не получится, вот мне так сложно, у меня люди, деньги не идут, ко мне не идут, никто не делает заказов, а все еще функции, то есть нужно менять свои мысли, вот когда вы поменяете свои мысли при рекрутинге, отношение к своей команде, пусть она даже у вас маленькая, у вас начнет все меняться, каждый человек лидер, каждому человеку нужно относиться одинаково, даже если человек не проявляет лидерских качеств сейчас, он может их в дальнейшем проявить, когда у него жизненная ситуация может резко поменяться, вспомнят то, что вы предлагали бизнес, они начнут спрашивать, вот многие люди думают, вот здесь в сетевом нужно быть умным и тому подобное, не нужно быть умными, нужно просто здесь работать, 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 еще раз работать, то есть на начальных этапах у вас большинство кто давно пришел, у кого результаты еще пока нет, на первоначальном этапе вам нужно обучиться, узнать всю информацию и звать людей, звать, 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 как можно больше научиться находить именно активных, без практики вы никогда не найдете научиться, не научитесь находить активных, почему, потому что понимаете, вот когда общаетесь даже вручную с людьми, это своего либо бренд, почему, потому что если вы правильно научитесь сразу доносить людям информацию, вы научитесь находить более активных людей, то есть если, к примеру, давайте возьмем пример, например, вы добавили у тебя 500 человек в начале, у вас одну регистрацию вы нашли в самом начале своем пути, это хорошая статистика, но по мере того, как вы будете работать на страничках, научитесь с людьми общаться, у вас получится, например, когда вы научились, уже с 500 будет не одна регистрация, а три, то есть за одно и то же время, проведенное в интернете за рекрутингом. Да. Вот, ребят, хочу дополнить Антона, вот все, что имел Антон, вот сейчас рассказывал, да, примеры, какие он приводил, это один вывод, один большой такой вот вывод, он и опыт приходят со временем во время практики, то есть ничего нет круче практики, если нет опыта, значит, нужно просто работать больше, ошибаться больше и понимать в итоге, что у вас получилась ваша собственная система роста, у вас получилось то, что у вас всегда заходит, у вас получилось то, что вы можете дать своей команде и будет получаться и у них, и это очень-очень важно. И еще, кстати, вот по поводу вебинаров, я говорила, да, Антон спрашивал, сколько первый раз ко мне людей пришло, я сказала, шесть человек, так вот из них только двое с этих первых вебинаров остались, только двое человек меня помнят, это моя сестра и Даша, Даша, серебряный директор в открытом статусе, и все, больше у меня никого с тех времен не осталось, никто особо не помнит мои первые месяцы, когда я росла, работала и зарабатывала, то есть начинала я с абсолютно другими людьми работать, нежели сейчас, с которыми я сотрудничаю и зарабатываю, то есть из всех вот тех, ну вот я не знаю, за полгода сколько мы людей привели, да, я не знаю, сколько, 500 человек, наверное, да, то есть вообще, дай Бог, если осталось человек 10, 15 максимум, все остальные разбежались и на каждого мы тратили силы, энергию, время, отвечали, вели для них вебинары, отвечали на их вопросы, но понимаете, суть-то была вот в той великолепной десятке, как я говорю, да, в тех людях, которые действительно захотели себя поменять, изменили, им все нравится, суть них, мы работаем для них и мы не знаем, кто из них выстрелит, вот я за все время вот работы вообще в сетевом маркетинге, вот год в Арифлейме мы были, 6,5 лет мы тут, да, суммарно 7,5 лет я научилась самому важному никогда не решать за людей и никогда вообще ни в коем случае не, как даже сказать, не ставить на них крест или не выделять их, то есть ко всем относиться нужно одинаково, когда лидер приходит, ой, вот это пишет с ошибкой, мне еще что-то, фу, я с ней особо работать не буду, какой от нее толк, она вырастает, понимаете, потому что когда мне лидеры говорят, да, то есть я с ней работать не буду, я могу описаться человеку, сказать, пиши мне, я рядом, я корону еще пока не надела и вам не советую, и пока, ну вот может быть статус генерального партнера, если вдруг все-таки нам удосужиться открыть, недельку поношу, Антон сказал, Бургер Кинг мне сходит, возьмет корону, покрасит и наденет, мы смеялись вообще, я говорю, ну ладно, из Бургер Кинга тоже, говорю, поношу, вот, и вот вы знаете, вот сейчас, вспоминая все, вот как мы начинали расти, я одно понять не могу, вот, меня просто некому было научить, я через год только поняла, что у меня начал появляться бренд, я через год поняла ошибки ведения бренда, а вот когда мы вас учим и мы вас обучаем, в чем причина этого не делать, когда уже все для вас, хотите покупайте обучение, хотите берите бесплатно, да, то есть хотите на обучение от компании Фаберлик, вот все для вас на блюдечке с голубой каемочкой, и мы, и вы все знаете, как это делать уже, да, у вас куча живых примеров, их просто сотни, сотни тысяч, зайдите, да, на крупные аккаунты, смотрите, как они это ведут, как они это делают, да, подпишитесь, там, не знаю, на меня, на Зеленковых, там, не знаю, Ауа Пабдулина, вот Ирина Перемича очень хорошо недавно начала вот буквально вести бренд, да, то есть Наталья Янисима мне очень нравится, ну, в общем, мне не перечислить всех, я просто сейчас забуду, кого не назвала, прошу прощения, но нас действительно на сотни на проекты, да, это надо отдельный вебинар делать, естественно, на всех давать ссылки, вот, и вот вы знаете, когда все есть, почему нет, почему не начать, зачем рыться, копаться, хочу, не хочу, надо, значит, делай, и все, и точка, вот как мы идем на работу по найму, да, вот я работала, допустим, день-ночь, цветной, а выходной на макаронной фабрике, ну, давайте возьмем ее, например, господи, я только не работала, ну, ладно, давайте возьмем, например, макаронную фабрику, я пришла в станок, я взяла яйца, я взяла муку, я взяла воду, я все это замешала, 10 минут, макароны пошли, я их распределяю, я их ставлю, и тогда, у меня нет, да, то есть я иду в сушку, с определенным временем я их мешаю, такая огромная шкаф, там, 50 градусов жары, оно там сохнет, не дай бог, пересушишь, не дай бог, не досушишь, не досушишь, это плесень, пересушишь, это не до вес, да, то есть и пошло, поехало, и вот, понимаете, мы идем и делаем, и у нас не возникает вопросов, а почему мы это не должны делать, да, нам приходится около станков подметать, мыть, там, сами станки мыть приходится, мы вроде бы макароны пришли делать, о чем, мы еще не уборщицы устраивались, мы вроде бы макароны делали, да, и то есть то же самое, люди приходят к сетевой и говорят, так, спамить не буду, рекламу запускать дорого, тут дорого, там дорого, дайте мне что-нибудь, чтобы я смогла, ну иди видео на YouTube снимай, ой, я не хочу сниматься, боже упаси, я боюсь, а что ты тогда хочешь, милая женщина, денег, хочет денег, ну вот то же самое, если мои обязанности, да, на этом же завозе входит, вот это, 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 как я половину сделаю, половину не сделаю, да меня уволят, просто в МЛМ вас никто не уволит, у вас просто не будет денег, если вы хотите их нужно брать, да, Антон у меня умничка, да, он, он очень часто работает даже иногда со мной, и выручает меня в некоторых ситуациях, очень часто, он очень умный мужчина, да, мы, мы в семейном контракте с ним, и решили, что добавить к этой теме, уже к следующей парадке, к следующей парадке, к следующей, я смотри, просто вот то, что, да, здесь, и в чате прибежало такое, ну, пока мы не начнем делать, мы не узнаем, да, ну, что вот нужно выходить из зоны комфорта, как там перепрыгнуть барьер, просто вот мы ездили вот в гости, когда мы туда коптили, какая была ситуация, была Пасха, и у Алюши мама, она покрасила большой кастрюлей яйца, и она на них надевает такие резиночки, которые снимаешь, и там остается беленькая полосочка, вот эта непокрашена, и она осталась с детьми, то есть моему Андрюше 4 года, и еще там у нее внук, получается, кто он, Андрюша двоюродный брат, Артемка ему 5 лет, и вот они все там стоят над столом, и эти резиночки снимают, и приходит старенькая бабушка, получается, Алешина бабушка, да, ну, ей 80 с лишним лет, и она своей дочери говорит, Валя, ты зачем детям такое посмотришь, они сейчас у тебя все яйца перебьют, разобьют, сама бы тихонечко смела, зачем ты им это даешь? То есть, понимаете, нас с вами воспитали люди, которые, ну, вот им проще сделать самим, чем научить, показать, и, ну, а как ребенок, он научится чему-то новому? Потом, понимаете, вот и вырастает поколение людей, которые боятся что-то новое начинать. Как они будут начинать, если им с самого детства это не разрешали, не позволяли? Конечно, проще за ребенком там все это сделать, да, ребенок, когда он там в 3 года начинает, кашу есть сам. Конечно, проще его с ложечки покормить, ну, вам же, у вас чистый ребенок будет, да, все хорошо, а он сам хочет. Не запрещайте своим детям, и сами себе ничего не запрещайте. Пока вы не попробуете, вы не узнаете, получится у вас или не получится. Вот только так. Вот у меня такие мысли, вот сколько раз не убеждалась, столько раз, ну, в смысле, сколько раз вот не думала, что одна голова хорошо, а три куда лучше, а четыре некрасиво. красиво. И вот слушай, вот Леша, сын вот, вот этой бабушки, ну, в смысле, внук этой бабушки, сын вот этой женщины. Я понимаю, почему вот он сейчас стесняется выйти в прямой эфир, потому что это что-то для него новое. А если тебе это, ну, всегда говорили, ну, во-первых, не давали тебе проявляться, сделать что-то, вот ты там сидишь в уголке и смотришь на нас через экран телефона. в конце кровати, меня моя мама абсолютно не контролировала. Я была очень много времени предоставлена себе. Она смотрела только, чтобы я была сытая, здоровая, накормленная. Все, дом полная чаша. Тут всех они. И вот я сейчас сколько вспоминаю, вот я действительно всегда новому открыта. А почему? Потому что мне не говорили, не подходи к плите, обожжешься, обожглась, вот, теперь больше не подойдешь. И я так же отношусь к своим детям, кстати. Когда у меня двухлетняя дочка лезла к плите за пирожками, я ее раз оттащила, я ее два оттащила, я ее три оттащила. Потом я взяла ее палец и прижала к плите и сказала, бах, вот так вот быстренько прижала. Говорю, она горячо. Я его поняла? Она, да, все, больше она не полезла к плите. Понимаете? Вот, и вот, вот, такая же суть, да? Такая же суть и в MLM бизнесе. Ну что ж, ребята, следующий вопрос. Сколько лет вы в компании, я уже ответила. Успех новичка может зависеть от наставника. да, да, я скажу. Вот, одно предложение, мое мнение, и, Антош, отдаю тебе слово. Нет. Я считаю, что нет. Знаете, почему? Потому что, если человек к нам приходит и ему помогают, то все-таки вся его амбициозность, все его желание, оно исходит именно от этого человека. Никто его не берет и не тащит за собой. Понимаете? Он сам проявляет желание ходить на вебинары, на планерки, на прямые эфиры. Он сам изъявляет желание рекрутировать. Все он сам. Тут вопрос в том, есть ли обучение для этого человека, который сам ничего не умеет, но хочет достичь результата. и где-то обучение взять. Вот в чем вопрос. Поэтому вот тут самое главное понимать, что вот у нас на проекте Фаберлик Онлайн сотни людей остались без своих прямых наставников. Сотни людей. Но они растут, работают и развиваются, потому что на проекте Фаберлик Онлайн выручка. Кто вы думаете, новичок в моей сотой линии не имеет права зайти на сегодняшний мой прямой эфир и задать мне какие-либо вопросы? Вот она взаимовыручка. Даже если у него нет наставника, я открыта общению. Вот и все. Даже если к Ирине пришли две подружки. Одна ушла, одна осталась. И одна осталась. Говорит, я теперь одна. Да неправда. У тебя есть Ирина. А у Ирины есть я. А если Ирина скажет, слушай, я не знаю ответа на этот вопрос, Ирина пишет мне. Ань, слушай, ну-ка, а как бы ты ответила? Я что-то не могу понять. И то же самое я у Ирины порой спрашиваю, советую, говорю, Ирина, слушай, вот мне не получается, а как бы ты сделала? То есть и она тоже очень классные идеи предлагает. Понимаете, это нормально. Не может человек ни в компании Фаберлик, ни на проекте Фаберлик онлайн быть один. В априори не может. Потому что обучение есть, поддержка есть, все есть. Самое главное просто читать новости на нашем промо-фаберлик или читать новости на сайте Фаберлик, да, смотря в каком, у нас она проекте или не у нас. А вот тут наставник не нужен читать и высылать все своей структуре и команде. Самое главное, если вам что-то не хватает, вот вам не хватает наставника, вам не хватает поддержки, да, значит, вы должны стать таким наставником, да, о котором мы с вами говорили в начале. Вот таким наставником быть нельзя, привел, ушел и оставил, если вы хотите процветания. И понятно, если этот наставник плохо работает со своей структурой и командой, и он даже не знает, где на сайте скопировать и вставить обучение новичку, чтобы он пошел обучаться, ну, я считаю, что это не до наставника, это просто абсурд. Зайти в раздел новости, зайти в раздел обучения в нижнем, ой, в сайте, внизу есть сноска, как она называется, это партнерство, да, партнерство, в сноску партнерства заходите, там есть слово обучение, нажимаете, там столько всего за год не пересмотрите. Но почему-то лидер говорит, меня бросил мой наставник. Зато компания с вами рядом. Вы куда пришли? Да, человек идет на человека, но иногда такое бывает, что этот человек смывается, но не суть сейчас в том, что вы не сможете вырасти. Он же вас все-таки познакомил с этой компанией. Вы на сайте Фаберлип, и вы можете свою структуру и команду организовать так, что над вами, который вас бросил, он может потом и терминироваться, а вы будете бриллиантным, элитным, национальным директором. Так же, как получилось вот у нас. Мы открыли статус партнер, а наш наставник прямой, который нас позвал, нас зарегистрировал, нас привел, она, по-моему, терминировалась, когда мы были еще старшими национальными, если я не ошибаюсь. Хотя, я сколько раз говорили, отстрой 2000 баллов, Бог, и все у тебя будет прекрасно. Отстрой, ты будешь получать 5% с моей личной группы. Ребят, задачка вам, моя личная группа 20 тысяч баллов, посчитайте 5%, сколько рублей вы будете получать. Ирина не рассказывает. Ирина не рассказывает. Раньше я бы считала. Она уже считала. Сколько бы эта девушка получала, даже не имея бонусов директорских статусов, которые в глубину платятся, сколько бы она получала. Шикарно. Это только с меня. Кто напишет правильный ответ, ребята? У нее же еще своя группа. Да, у нее еще своя личная группа, свои 50 баллов. Ну давай, вопрос был, сколько с твоей? Сколько с моей? Вот с меня. 20 тысяч баллов личная группа. Ребят, ну что, все, никто не напишет. Ура! Света, поздравляю. Молодец, хорошо знаешь маркетинг. Да, 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 60 тысяч рублей. Молодец, Марина. Вот вы представляете, а человек, ничего не зная, не понимая, причем я точно знаю, что я ей об этом говорила. Коля ей об этом говорил, да, я же под Колю, ну как бы она терминировалась, и как бы я к Коле присоединилась потом, после ее терминации, цепочка, она же не распадывается, если кто-то выпадает из этой цепочки, просто нижний к верхнему присоединяется, неважно, из какой вы страны или города. И вот тут нужно обязательно понимать, да, это только от меня. А еще бы своя личная группа, 2000 баллов у нее была бы, 2000 баллов, да, давайте считать, по 23%. это заказ, да, то есть получается, человек от меня, отстроивший, 2000 баллов, вот, получает 82 тысячи рублей, грубо говоря, и это раз в три недели. А теперь, сколько это зарплата в месяц? Вот сколько зарплата за месяц? 82 мы умножаем на 18 каталогов и делим на 12 месяцев. Ирина, у тебя телефон свободный. 123 тысячи рублей в месяц. Шикарно? Шикарно. А человек не захотел разобраться и терминировался. Вы только представьте, терминировался. Ну, ну, такое. Просто вот. Насколько помню, Коля говорил, у нее, у нее там был лидер, который сделала 1000 баллов. Угу. Тем более. Угу. То есть, и может, ей оставалось еще 1000 отстроить, да, ну, ребята, просто вот, да, поэтому, конечно, маркетинг-план можно знать, уметь. А если человек не хочет, вы его никак не заставите, никаким ростом под собой. И вот моя бывшая наставница тому, конечно, пример. Как мне самой этих денег жалко, понимаете? Отдай, милый день пороги, я 1000 отстрою, еще 120 буду получать. Вот честное слово, ребят. Просто вот, вот понимаете. Вот. Поэтому успех новичка может зависеть от наставника. В какой-то мере, да, если наставник дает все и ему ничего не нужно самому искать. Если нет наставника, нужно искать, получается, нужно искать тогда самому. Вот, в принципе, и все. И отсутствие наставника обозначает, нет плеча, в котором можно поплакаться, пожаловаться, да, и так далее, и так далее. Отчет... Всегда есть настоящие директора. Всегда. Да, да, да. Ну, почему же... Может, я че учусь? Ну, да, да, да. Коля в меня очень много вложил, он заслужил даже больше, чем это. Но все равно, ребят, просто представьте, что теряют люди, не зная, где они находятся и не ценя, не ценя, где они находятся. Вот не ценят. Вот просто вот на минуточку хотя бы представьте вот это вот. Куда бы вы эти деньги потратили, куда бы вы с ними пошли, да? Вот как? Человеку просто вот набери вот эти деньги, бери, забирай все твои и нет, нет, мне не надо. Вот. Да, вот это вот, конечно, очень такая интересная история, когда неуважительно тоже к деньгам относиться, ребят, нельзя. Деньги – это такая мощная энергоструктура, которую нужно очень-очень уважать, чтобы они вас полюбили, они к вам пришли. Их нужно беречь, их нужно уважать, их нужно считать, нужно относиться не так, что ой, там, на тебе пить так, на тебе пить так, а кто вы такие, я не знаю, но просто у меня много денег на… Начнете так вот раскидываться, не будете ценить то, что к вам приходит, а они к вам больше и не придут тогда потом уже. Нужно обязательно ценить. Итак, следующий вопрос, тоже очень такая глубокая тема. Мы с вами сидим час, я думаю, это будет последний вопрос, ребят, потому что тут еще много вопросов, но вот, к сожалению, давайте этот последний обсудим. Речь идет ответы на вопросы, Алишер, ответы на вопросы. Вот, значит, почему у каких-то директоров люди растут, а у каких-то стоят на месте? Интересный вопрос. Интересный вопрос. У меня был такой случай, что в структуре директора никто не рос. Причина. Она была очень ревнивая и не давала людям вообще ничего, кроме своих вебинаров. Она хотела все вести сама. Сама вела планерки по продукту, по бизнесу, все сама делала. Ограждала. Не пиши письма моим людям, а кто вдруг они попадут. Ну, лидер упал. Упал на несколько директорских веток, хотя была в очень высоком статусе. Вот прямо ограждала. А потом еще одна девушка точно так же. Я все сама, я все сама, лидеры к ней привыкли, прикипели, а она выгорела эмоционально и не смогла дальше вести команду за собой. Потому что в команде мы сила один на один, один на один со своей командой. Это уже тяжело. Особенно, если ты еще не окреп морально и материально, чтобы на постоянной основе работать как заведенный человек, спать, работать, спать, работать. Но никто этого не сможет, ребят, спать, работать, спать, работать. Любому человеку нужна подзарядка, любому человеку нужны выходные, смена обстановки и так далее. И нельзя брать все на себя при таком вот крупном онлайн-проекте, как, например, наш. Вот у меня сегодня новичок за 15 минут до вебинара, мой новичок, который пришла ко мне лично, задала в общем чате вопрос. И ей на этот вопрос ответили. А я готовилась к вебинару, бровки подводила, реснички красила, да? То есть, и вот это и называется взаимовыручка. Потом я буду свободна. И чей-то новичок чего-то директора также будет задавать вопрос, и я также на этот вопрос зайду в чате и отвечу. И вот этого взаимовыручка, ее нужно не только ценить, но ей нужно и пользоваться, и участвовать в этом деле. А не просто сидеть со стороны и наблюдать. Проект в чат проекта сразу после регистрации. В первый чат мы добавляем сразу после регистрации, да, а во второй они уже попадают после заказа. То есть, вот таким вот образом. Во все каналы, там, материалы для работы, видеобанк, новостные каналы и так далее, они уже проходят через обучение на полу по Берлик. заработать самостоятельно. Все вроде бы в одной команде, но они что-то от друга утаивают, а в чате не общаются, пытаются как-то сами в своем уголке отсидеться что-нибудь, а вдруг получится заработать. Ну, вот так вот и получается. То, что ни у кого нет результата, но они сидят, они сами пытаются, лидеры, а сила не в одном определенном лидере, а в команде. Да, мы в разных комнатах. Мы не влазим, нас много, мы думали, Леха тоже в прямой эфир пойдет. У нас у обоих, кстати, да, вчера был такой вопрос, давайте чуть-чуть отойдем от темы. У нас два рабочих кабинета. Вот этот рабочий кабинет, в котором мы сейчас с Ириной, это мой. У Антона свой рабочий кабинет, и плюс у нас одна общая спальня. Мы реально, вот, ребят, клянемся мы за день, друг по другу успеваем соскучиться, потому что мы вообще не встречаемся. Нам некогда. Я иногда иду, допустим, чай наливать, смотрю, муж откуда-то пришел, говорю, Антох, ты откуда? Он такой, ну так что, в магазин ходил, молока, хлеба там всего купил, я такая, ну ничего себе. Да, вот, кстати, Антон, золотые слова, я так и знала, что ты это скажешь, я про это промолчала, потому что я знала, что ты это скажешь, и скажешь лучше меня в сто раз. Вот, поэтому на месте стоят там, где нет рекрутинга, где нет мотивации на рекрутинг, где нет мечт, целей, где мертвый чат, может быть, мертвый чат, где нет рекрутинга, и сам наставник ничего не хочет писать. И у нас были чаты, знаете, тоже директор вообще не рос. Опять-таки, третий пример приведу, потому что это все жизненно, да, третий пример, вы прямо задумайтесь над этим, может быть, это тоже и ваша, может быть, ситуация. Директор содержит свой чат, все нормально, все здорово, пока там все переписываются, он отвечает, как секретарь, на все свои вопросы. Но со временем чат начинает замолкать, 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 и все, и все, и все, почему? Во-первых, директор, у самого нет огонька, он ничего не организует, ничего не делает. Во-вторых, нет планерок, вебинаров каких-то, внутренних поздравлений, за какое-то достижение, что вот там, Маша сегодня обработала фото, смотрите, какая классная фото, да, там, к примеру, ну, хвалить за что-то нужно. Вот, и в-третьих, это тогда, когда нет новых вливаний в этот чат, нет новых регистраций, новых вливаний, и получается, мертвый чат, ненужный, бесполезный, непонятный, и вот тут, самое главное, как этот чат расшевелить. Я знала, что в этом чате есть двое человек, который еще более-менее, да, что-то делает, а все остальные уже, ну, вот не отвечают. Ну, во-первых, мы почистили чат от тех, кто больше полугода назад не заходил в Телеграм, то есть мы от них избавились, мы почистили чат, зачем нам эти, да, висики, и пошли писать каждому ВЛС, привет, ты видишь вот этот чат, отпишись, привет, ты видишь этот чат, отпишись, привет, ты видишь этот чат, отпишись, а потом каждому в личку, привет, у меня к вам сегодня предложение, отпишись, пожалуйста, в чате, видишь ли ты это предложение, и то есть мы этот чат расшевеливали чуть ли не месяц, мы уже хотели его забрасывать и удалять, но он расшевелился, он расшевелился, и Антон недавно в этом чате провел планерку именно для этого чата. Мы собрали пять человек из этого чата. Вот понимаете? С одной стороны, да, мы с Антоном сидим, чуть ли там не хвастаемся, что в нашей структуре команде 350 тысяч человек. С другой стороны, не всегда не за всем мы можем уследить. Иногда что-то где-то умирает, и это очень сложно возродить, получается. И вот Антон уже провел одну планерку в этом чате. Лидеры уже зашабаршали. Они знают, что им нужно держать ответ, потому что Антон дал задание. Он будет спрашивать через неделю про это задание. И все, они уже зашевелились, зашевелились. И тадам, тадам! За полгода там не было ни одного вливания в этот чат. И тут недавно, на днях, новичок добавляет в этот чат своего новичка. Все, да, то есть колесо поехало постепенно. Ребят, поэтому случаев, почему у вас не растет? Это строго индивидуально, да? Почему у каких-то директоров растут команды, а у каких-то директоров не растут команды? Это строго индивидуально и исходит лично от вашей инициативы. Почему вы запускаете одно, другое, третье, пятое, десятое? Везде нужно все просто успеть и выделять на это время. А это обязательно нужно уметь расставлять приоритеты. Понимаете? Обязательно нужно расставлять приоритеты. Вот я, например, если я сейчас, у меня около 100 чаток, в каждый чат напишу, привет, ребята, есть ли у вас какие-то вопросы, я понимаю, что меня закидают, и я за неделю не разгребусь. Вот, чисто серьезно. Но наставник этого чата, у него-то чат единственный, почему бы там это не написать? Тем более отвечают 5-6-10 человек по актуально. Аня, может, пример из нашей структуры. Не буду говорить, кто, что это за человек. Нет, это нельзя говорить. Да. Ну, находясь в статусе старшего директора, она написала, но она была долго, порядка, по-моему, 2,5 лет на одном и том же работе. 5 тысяч баллов и никуда сдвинуться не может, ни с места. Плюс-минус 100 баллов. То есть, старший директор, и все, как бы, она пыталась. В чем проблема? Одну ветку поднимаю, оставляю, другую поднимаю, первая падает. То есть, что, что, то есть, действие не будет. Не начали с ней разбираться. Я говорю, рекрутинг, рекрутинг все хорошо. То есть, регистрации идут. И в тех ветках, и в другой ветке все хорошо с регистрациями. Давай дальше разбираться. Покажи мне свой чат структурный, как директора, чтобы где-то находится. Нету. То есть, получалось то, что все в разных ветках, они работали. Одна свой создала чат, потом лидеры под ними свой создали чат, там, еще несколько чатов. Я говорю, и что, где командная работа? Добавляй, твои директора, которые ты поднимаешь, то сюда, то обратно, они падают. Давай их в один чат. Переписывайся там. Всех новичков в этот чат. И так далее. И в итоге, после разговора с нами, как она... Тут, там, главное, чтобы они ссылку на регистрацию не перепутали. Чтобы таблички не перепутали, кто таблички ведет. Да. Но я думаю, там проблем не будет. И в итоге, как этот директор сделал все рекомендации, буквально за 3-4 месяца эта работа структурой стала с 5 тысяч баллов, 12 с половиной тысяч баллов. А? Как вам результат, ребята? Они начали работать в команде. И не стали осиживаться в уголку. Там, вот я работаю, вот у меня получается, я никому ничего не скажу, вот это, но нет. С командой своей нужно делиться. Почему? Потому что Вселенная, она отдает обратно. Почему мы знаниями сейчас на вебинарах делимся, да, с вами. Почему? Потому что это все возвращается. Потому что, да, знания вам, мы получим от Вселенной еще больше. Это факт. И не забывайте перебить своих наставников, ребята. Вот недавно мы переписывали с девушкой, она мне сидит и утверждает, меня все бросили, меня все кинули. Я им взяла, вот просто не выдержала и написала. Говорю, а почему ты вот такая гордая, что ты ждешь, что тебе кто-то что-то напишет? Вот почему? Я лично, да, отстроила ветку этой девушки 23%. Ну, мы с Антоном, простите, да, когда-нибудь я научусь. Антон, прости, да. То есть лично отстроили ветку 23%. Да, вот как раз тот случай с моей терминированной наставницей, как раз тот самый случай. Вот в тот самый случай, ребят. Отстрой 2000 баллов, Бог. Нет, я пошла в другую сетевую, со мной никто не работает, меня все бросили. В чате ты есть. Обучение по всем критериям у тебя есть. В чате твоей веточки я состою, я с тобой переписываюсь. Я сама лично в нее чат несколько раз скидывала о том, что скоро старт марафона по Инстаграму. Рассказывала свою историю роста и успеха. Я лично ее людям в чате наговаривала голосовые сообщения. Буквально все это было на прошлой неделе. Что вы думаете? Человек говорит, меня все бросили и пойду в другую MLM-компанию. Я говорю, стоп, ты из одной. Ты из одной компании. Перешла к нам. И сейчас от нас идешь в третью компанию. Я говорю, и ты считаешь, что ты там вырастешь, и тебя прям там все будут прям на руках носить? Я говорю, ну, сходи, попробуй. Сходи, попробуй. Я отпустила человека. Если, ох, 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 так, ребята. Успела, не успела? Если у человека такой настрой, что он никому не нужен, это уже нужно работать со своим внутренним психологическим настроем. Вот вы идете на работу, вы кому-то там нужны? Вы идете, зарабатываете деньги. Просто подумайте о том, что вы идете, вы смену отработали, вы ушли. На работе еще, вот, например, людей друг друга подставляют. Всякие пакости там за глаза говорят. Еще что-то нет. У нас один за всех, и все за одного. У нас нету такого, что новичку мы, например, не помогли, не захотели помочь. Вот еще что-то. Вот я вижу, что я пропадаю. Ребят, как меня слышно? Так, давайте, Марина, позже ответим на ваш вопрос. Ириночка, вопрос к тебе. Да, как к серебряному директору? Почему у каких-то директоров люди растут, у каких-то на месте стоят? Я все равно считаю, что, ну, вот, к вопросу, да, куда бы ты там ни пошел, в какую компанию, в какую структуру, везде ты берешь в первую очередь самого себя. И все будет зависеть именно от человека, от его желаний, от его целей, от его мечт, от того, чего он хочет. И, ну, почему у одних растут? Потому что они хотят. А у других не растут, ну, значит, они не хотят. Либо вы с ними... Вот мне очень понравилось выражение про личную траекторию развития. Личная траектория развития. То есть вот все равно с каждым индивидуально нужно прорабатывать и, ну, выявлять, что человек хочет, что для него важно и ценно. И все же, ну, как бы, мы разные, да? У кого-то, конечно, получается... У кого-то другие. Вот. Всех сам причесывать под одну ребенку, это неправильно. Да. Поэтому с каждым все равно нужно работать индивидуально. Да, я прошу прощения за свое поведение. Телефон сказал пока. Совсем сказал. Я думаю, если я сейчас не сниму и не воткну, по-хорошему, все. Так, мы там что-то повисли. Так, а мы повисли. Антон, а ты меня видишь, слышишь? Да, но из-за мужа не кто-то. О-о-о-о-о, а что мне сделать? Вот телефон показал, что он садится? Сейчас лучше. Да. Ириш, вот золотые слова. Правильно. Недомотивированный наставник, недомотивированный чат, недомотивированная команда. И вот оттуда идет рост, не рост. Да, то есть всегда в дружных командах, живых, хороших, бывает рост в несколько раз больше. Вот это правда, это правда. Очень плохо слышно. Ребят, все заканчиваем или еще пообщаемся? Все хорошо. Бог с ним, как нас видно. Это ладно. Как нас видно в наших общих? Антош, у нас спорт через полчаса. И, ребят, придется заканчивать вебинар. Так, ну что, Ириночка? Нет, давай с Антоши сначала начнем. Напутственные слова под конец вебинара. Ирина, работайте. Всем работайте. Это моя любимая фраза, когда что-то начинают обсуждать, не то в чате. Я начинаю, у вас много времени. Вам полезно об этом думать? Любимый вопрос, Антохи. Так, еще вижу вопросы, ребят, но это уже на следующем. Так, это надо скриншот не снять. Да, и там еще про чаты и каналы. Про чаты и каналы, да. Так, это я сохраню. Ну все, ребята, мы с вами наобщались. Мне, к сожалению, надо на спорт. Запись будет. Запись будет, чат или канал. В чате не хотят или раздражают много общения. Чат – это структура информирована. Но общения мало. Как быть? То и то вести. Хороший вопрос, но тема глубокая. Так сразу все примеры, это на два часа там примеров можно. Поэтому я тоже сохраню. И мы уже с вами знаем вопросы следующего прямого эфира. Получится ли у нас завтра в 17.00, Антон, прямой эфир? Я думаю, да, должен получиться. Если что, объявления по чатам раскидаем. Всем пока-пока, наши хорошие. Очень рада, что вы у нас были. Всем удачи, роста, везения, во всем вдохновение. Будьте трудолюбивы, терпеливы. И все получится. И получится еще и лучше, чем у нас. Ириш, твое напутственное слово. Твое напутственное слово – все в нашей голове. Все, что вы думаете, это у вас будет. Все, что вы можете себе представить, вы можете это осуществить. Мне вот прям нравится наш девиз. Он у меня на всех магниках. Все, что можно представить, можно осуществить. И действуйте. Все у вас получится. Ну что, ребят, давайте минуту своего времени вы потратите на то, чтобы написать нам, как вам тройной прямой эфир. Вдруг нечаянно получился, но мне кажется, так классно. Давайте прям минуту времени своего потратите и напишите. Очень хочется знать. Удачи вам и нам. Точно, удачи. О, Лёха, слышно стало. Лёша, вы хоть выйдите к нам на минутку, на последнюю. Скажи нам, как тебе наш эфир? Вообще вы молодцы. Я кодек-кодека сижу собираю. Ну-ка, покажи, качам. Мы думали, он сидит, работает. А он? Работаю. Сидит, собирает. Вы купите ему, ты молоков. Два лучше. Мудрость сразу от троих. Да, действительно. Очень понравился эфир. Спасибо. Ну, всё, ребята. Я вас очень благодарю за ваши отзывы. Вы прям огромные молодцы, что приходите всегда с нами. Завтра ещё с вами обсудим много тем. Всем пока-пока. До встречи с вами. Спасибо. 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 Спасибо.